Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня проблемы с мужем, пишите вы. Вы вместе два года, сейчас начались проблемы. Он не хочет никакого разнообразия в жизни, только дом работает. Я не против компании его друзей, только заново. Он постоянно придумывает отмазки, чтобы остаться дома. И так же мне с моими общаться не даёт. Я даже с мамой не могу посидеть и отдохнуть, якобы он её не любит. А у меня в последнее время опустошённое состояние. Нет желания ни на что. Хочется посидеть в компании, пообщаться. Я устал от такой жизни. Скажите мне, что делать. Спрашивает аноним. Поэтому по имени обратиться в данном случае не получится. Но мне кажется для начала, что первая ошибка, которая у вас заключается, это то, что вы говорите, у меня проблема с мужем. Предполагаю, что именно муж, а не вы сами, как бы ответственен за то, что с вами происходит. Но по большому счёту, если вы внимательно присмотритесь к своему поведению и к тому, как на субъективном уровне происходит ваше взаимодействие, то это вы выбираете делать так, как говорит муж. Это вы выбираете ему не позволять. Вы пишите, что он не даёт вам общаться с вашими друзьями, но как он вам может не дать? Он не может вам ничего запретить. Это вы выбираете как бы следовать его запретам. И вот на это нужно обратить внимание. Из-за чего вы выбираете следовать его запретам. Как бы если он не хочет, не хочет, не хочет ни с кем общаться, если он не хочет жить разнообразной жизнью, такой, например, какой хочется вам, то это его право. Но вы ведь так здесь не обязаны, а создается ощущение, складывается ощущение такого, что вам нужно его разрешение. И вот вопрос в том, как выходит, что вам оно нужно. Как получается, что вам нужно, чтобы именно муж вас поддержал? Как получается, что вам нужно, чтобы именно муж вам, ну грубо говоря, разрешил, да? Провести время с вашими друзьями. Ведь это, на мой взгляд, совершенно не случайная история. Ваше опустошённое состояние, в силу того, что вам, ну вот, в силу того, что вам не хочется ничего, нет желания ни на что. А хочется просто пообщаться в хорошей компании. Я рассматриваю через следующие аспекты. Во-первых, вы, судя по тому, что говорите, судя по тому, что пишете, не рассматриваете своего супруга, вероятно, в качестве хорошей компании. И нет, это не обвинение, ни в коем случае. Это просто вопрос о том, что между вами есть, в принципе, общего. Вопрос о том, что вас связывает. Вопрос о том, что вас объединяет. Вопрос о точках соприкосновения между вами и вашим, ну и вашим, собственно говоря, мужем. То есть, если у вас недостаточно, например, общего, если вам не хватает этого самого общего, то это вопрос в первую очередь к вам. Это вопрос в первую очередь к вам. Каким образом получается так, что у вас нет этого самого общего? Каким образом получается так, что вам с мужем не о чем поговорить? Вот. Ну или так, по крайней мере, это выглядит. Таким образом, по крайней мере, это выглядит. Вот. Понимаете, да, о чем я здесь вам говорю? Ну вот. И, соответственно, соответственно, на это вам в первую очередь и нужно, как мне кажется, обратить самое-самое пристальное внимание. Потому что, в общем-то, это выдает то, что, ну, не так вам может быть хорошо с мужем, как вы, ну, об этом, например, говорите, да, то есть, ну, не так вам с ним может быть здорово, вот. Как вам бы, к примеру, там, допустим, ну, допустим, допустим, хотелось бы, вот. А, да, чувствуется, конечно, некоторое, не тем, некоторое подавление, что ли, что ли. То есть, как будто бы он вас, вот, что называется, подавляет. Ну, это история, как мне кажется, больше про то, почему или каким образом вы позволяете ему себя подавлять. Вот. То, что вы позволяете это делать ему, это факт. То, что вы позволяете ему себя подавлять. Но, каким образом вы позволяете ему себя подавлять. Вот этот момент пока, пока, пока что не совсем, на мой взгляд, понятен. Вот. Именно, именно, именно вот что с точки, именно вот что с точки зрения психологии, да, то есть, как бы, так сказать, ну, логики вашего с ним взаимодействия. Вот. И, соответственно, как мне кажется, вам именно на данные аспекты нужно обратить свое самое пристальное внимание. Потому что именно это определяет ваши взаимоотношения с ним. Вот. А, значит, что важно еще? Что еще важно? Что еще важно? Что еще важно? А, ну, на мой взгляд, ам, важно еще, а, просто, чтобы вы постарались, вот, как, как-то, эм, до него, может быть, я имею ввиду, до своего супруга, да, эм, донести, вот этот вот смысл, донести. Мысл о том, что вам, ну, как, эм, что вам как-то, вот, кстати, мне очень, вообще говоря, нравится донести, что вы видите, эээ, лично, лично, вы видите в этом, в этом для себя проблем, проблему. То есть это не, это не просто, вот, ваше желание, да, что называется, эээ, ну, баловство, например, да, а именно ваша, эээ, именно, эээ, именно проблема, именно то, что вам это важно. Вот, и, соответственно, об этом мне, мне кажется, в целом нужно вам будем говорить. Вот, и, соответственно, если человек вас не слышит, то уже, соответственно, как-то на это реагирует. А, еще, еще не менее важный момент заключается в том, что вы говорите, что проблема эта началась вот, ээ, только сейчас. Ну, если проблема началась только сейчас, я полагаю, что, эээ, ну, надеяться, по крайней мере, что вы не будете, эээ, спорить, эээ, с тем, что, эээ, скорее всего, что-то произошло, скорее всего. Ну, вот, а, что-то произошло либо между вами и вашим мужем, либо что-то произошло непосредственно с ним, то здесь вариантов тоже достаточно много. Ну, понятно, что произошло, потому что ваш, эээ, муж, судя по, ну, вот, судя по описанию, да, ваш муж, он, эээ, чего-то боится. То есть он даже, даже, эээ, как бы, обрадуется вот своей, эээ, нелюбовью к, эээ, ну, к вашей маме, да, вот, к своей, получается, тёше, вот. То есть для него даже признаться, признаться в, эээ, в нелюбви к, эээ, тёше, получается, для него признаться в этом, эээ, несколько проще, чем, эээ, признаться вот в каком-то своём, получается, страхе. И вот это, мне кажется, очень важный момент, что ваш муж, он чего-то, эээ, вот, чего-то такого боится, но пока что не ясно, чего он боится, вот. А, вы, как бы, не говоря ему, например, о том, что для вас, вот, эээ, что-то является проблемой, вы не донося до него то, что, эээ, ну, вас, там, к примеру, вот, ээээ, о, ээээ, что-то беспокоит, да. Не донося, а, эээ, эээ, ему, эээ, то, что, эээ, вас что-то волнует, вот, аа, например, эээ, ну, говорю, эээээ, там, эээээээх, ээээээээ. в виде, допустим, некоторых требований, в виде некоторых требований, вот, говоря о своих переживаниях в виде некоторых, допустим, претензий, вот, вряд ли, вряд ли вы, как бы, ну, способствуете улучшению коммуникации между вами. Вот это, на мой взгляд, нужно достаточно хорошо понимать и учитывать при, так скажем, ну, учитывать при выборе, вот, модели поведения, вот, то есть это вот нужно учитывать обязательно, вот, то есть первое, это зафиксировать свою проблему, которая есть у вас. Второе, это найти оптимальный для вас же способ донести ее до мужа, вот, и получить от него обратную связь. Такую обратную связь, которая бы вас, ну, не обязательно, устроила бы, да, потому что, ну, понятно, что вы-то хотите, чтобы он, ну, там, допустим, вы хотите, чтобы он как-то вам разрешил, да, вы хотите, чтобы он вам разрешил там, ну, ну, быть, вот, с друзьями, быть хорошей компанией, например, и так далее. Вы этого хотите. Но он может этого не дать. И ваша задача, получив от него обратную связь, ее услышит. Вот. Понимаете, да? То есть услышит вот обратную связь, какой бы она ни была. Но даже, там, к примеру, если эта связь будет, вот, какой-то, ну, неприятной, да, даже если эта связь будет какой-то для вас, ну, неудобной и так далее. Вот. То есть все равно эту связь постараться принять. Вот. А сейчас вы, на самом деле, находитесь в таком вот тупиковом, состоянии, когда, с одной стороны, муж вот, который не хочет, грубо говоря, ну, жить вот, эм, той жизнью, которой вам бы хотелось, да, например. Это, с другой стороны, вы, которых, которые, там, грубо грубо говоря, ничего не хочется, да, например, что из-за этого или из-за чего-то другого, вот, и, соответственно, тот вопрос, который здесь, ну, в данном случае возникает, он, этот вопрос звучит, ну, пожалуй, вот, таким образом, да, вот, это чувство, вот, чувство такого тупика, оно вам, это чувство знакомо ли вообще, вот, потому что мне лично, как кажется, что вы с этим чувством неплохо так ранее уже взаимодействовали, вот, осталось только понять, что это было, вам взаимодействовать, что оно из себя, это взаимодействие представляло, вот, может быть, вы в детстве ожидали, хотели, ожидали того, что вам что-то разрешат, из чего проистекает ваша потребность в общении, вот, такая, да, что же весьма интересный и важный момент, потому что вы можете общаться просто, как бы, как бы, в силу того, что вы общительный человек, и вам это нужно, но тогда вы знаете, чего вы хотите, и знаете, как мне кажется, в таком случае, какую цену за это вы платите, да, за реализацию, скажем так, своих желаний, например, вот, а может быть, вы это делаете из-за определенного, допустим, страха из-за определенных сомнений, вот, из-за определенного бегства от чего-то куда-то, вот, и это тоже довольно очягчающий, как мне кажется, аспект, который вам, ну, вот, в общем-то, не позволяет быть собой, вот, который, ну, по сути, мешает вам быть собой, вот, потому что, ну, в данном, в данном случае, вряд ли мы можем говорить о том, что вы свободны, да, потому что вы чувствуете себя, в принципе, вот, достаточно, подавлено, вот, и, соответственно, 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 это подавленное состояние, оно, как мне кажется, ну, не просто так, ну, берется, то есть оно, как бы, ниоткуда берется, в данном случае, вот, понимаете, да, какая штука здесь, вот, поэтому, на мой взгляд, самое, вот, лучшее, что вы можете для себя сделать, сейчас это, вот, во всех этих, этих вещах начать разбираться потихонечку, да, то есть не тропясь, вот, так, потихонечку, потихонечку, не тропясь, начать в этих, всех, всех моментах разбираться, чтобы лучше себя понимать, чтобы лучше себя видеть, чтобы лучше замечать какие-то вещи, какие-то аспекты своей жизни и так далее, вот, но здесь, конечно, есть один момент, здесь есть один нюанс, дело в том, что готовы ли вы на самом деле менять, менять свою жизнь, вот, потому что, как бы, начав более полно проявлять свои желания, свои потребности, вот, вы вряд ли встретите одобрение со стороны окружающих вас, ну, люди, ну, просто, опять же, потому что вас они такой не заказывали, сейчас они хотят видеть именно такой, вот, ну, то есть, например, ваш муж, да, он хочет, например, чтобы вы были послушными, чтобы вы были дамажными, да и так далее, вот, и как он, например, отреагирует на то, если вы, допустим, да, если вы будете действовать вот так, как хочется вам, так как он отреагирует на то, если вы будете все равно продвигать свои желания, неизвестно, вот, поэтому очень важно, чтобы вы сделали сюда, сами, спросили, готовили ли вы на это, вот, а, понятно, что, к, эм, своим лифтам, да, как бы, вот, ну, к своим лифтам, нужно относиться, беречь, нужно беречь свои плывки, вот, и, грубо говоря, не навязывать им свои изменения, вот, вот, поэтому тут тоже такая вот довольно важная есть, так скажем, деталь, вот, на которую вам имеет смысл тоже обратить свое внимание, вот, конечно, если вы сразу пойдете в бой, вот, то умная и разрушит ваши отношения с мужем, а я не думаю, что это то, чего вы хотите, вот, то есть, эм, ваш вопрос, что делать в этой ситуации, можно развить, что делать, чтобы что, вот, гармонизировать отношения с мужем, это одно, разобраться в себе, это другое, да, как бы, вот, вот, эм, помочь вашему мужу, это, соответственно, третье, то есть, разный вариант, вот, чего вы хотите-то. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...